Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня вопрос по Евангелию и вообще по священной истории. Если бы Иуда не предал Господа, то и распятия бы не было. Вообще, да, есть такой взгляд, что от поступка конкретного поступка конкретного человека зависит в этом мире бесконечно много. То есть ты здесь и сейчас совершил что-то хорошее, или ты здесь и сейчас совершил какой-то грех. И от этого вся история человечества пошла по-другому. На эту тему есть как духовные рассуждения, об этом говорятся проповеди. На эту тему написаны даже фантастические, вполне светские романы. И вообще этот эффект в зависимости от конкретного поступка конкретного человека получил название эффекта бабочки. Когда от того, как поведет себя, будет ли жива та или иная бабочка, на какой цветок она сядет, вообще вся будущая история человечества пойдет по-другому. Тем более есть вот такое ожидание, что да, от поведения ближайшего ученика, тем более сыгравшего такую роковую роль, как роль предателя, зависит, было ли или не было распятие, смертной казни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. То есть, по сути дела, поскольку именно смерть на кресте и воскресение являются собственно делом нашего спасения, которое совершил Господь, то получается, что от Иуды зависело спасение рода человеческого. Конечно, в данном случае это не так. И хотя именно история Иуды показывает нам, насколько Господь удивительным образом демонстрирует нам, читающим, смотрящим, слушающим эту историю, показывает, насколько глубоко может пасть человек, избранный Господом, приближенным к себе максимально, по некоторым представлениям, Иуда был тем человеком, у кого на груди на Тайной Вечере возлежал Господь наш Иисус Христос. То есть, мы знаем, что возлежал на груди у Господа Иоанн, а сам Господь, по некоторым представлениям, возлежал на груди у Иуды. Он был одним из самых ближайших учеников Господа, с которым он имел доверительную, глубокую, молительную связь. Тот человек, которому Господь наделил даром чудотворение, кому он доверил свою и вообще всю апостольскую кассу и казну, который, в общем, был совершенно незаурядным человеком на самом деле. И как низко может пасть человек, как он может стать орудием дьявола, приняв в себя помыслы, всеваемые от врага рода человеческого. И вместе с тем мы, конечно, не можем ставить судьбу спасения всего человечества в зависимости от конкретного поступка конкретного человека. Больше того, мы видим эту массу подтверждений, потому что мы знаем, что Синодрион, первосвященники, они уже приняли решение, они уже сговорились убить Господа нашего Иисуса Христа и, собственно, искали удобное время для того, чтобы это сделать. Иуда лишь помог им в этом вопросе, он помог им найти время и место, где им удобно было схватить Господа. Он, видимо, предоставил какие-то факты, которые помогли им на суде, хотя об этом напрямую не сказано в Евангелии. И мы видим, что в тот момент, когда он раскаялся и вернул им 30 серебряников, они уже сказали, в общем, это не имеет никакого значения твое раскаяние. Точно так же можно быть уверенными, что если бы это был не Иуда, то все равно Господь был бы схвачен и все равно был бы казнен. Возможно, чисто в конкретных фактах история пошла бы по-другому. Возможно, это было бы чуть раньше или чуть позже. Возможно, суд проистекал бы чуть-чуть иначе. Ну, примерно как, помните, в Священном Писании есть такое место, описывающее суд Синодриона над Господом нашим Иисусом Христом, что первосвященники искали свидетелей и не находили. Но потом явились два лжесвидетеля, которые лжесвидетельствовали, но и их свидетельства было недостаточно. То есть, а если бы оно было достаточно, что значит, что оно было недостаточно? Их показания разошлись во второстепенных деталях. Но по закону, по которому судили Христа, свидетели должны были совпасть в мелочах. Они не совпали в мелочах. А если бы они совпали в мелочах? А если бы и еще одного свидетельства было бы недостаточно? Все равно мы видим, что история шла так, как она была предначертана. Все равно те люди, которые должны были озлобиться, озлобились. Господь удивительным образом предвидел все это. И мы видим, что евангельская история, не будучи написанной каким-то драматургом, она развивается по таким законам драматургии, которые человеку-то придумать невозможно. Мы видим, как удивительно развиваются события. Так, что, наверное, и страшнее, и одновременно святее, и возвышенней, и наоборот низменней. И невозможно было бы их специально придумать. Потому что в этом мире действуют духовные законы. И если теперь еще раз прямо вновь ответить на ваш вопрос, если бы Иуда не предал Господа, то и распятия бы не было. Было бы распятие. И прямо об этом говорит Священное Писание, что Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы этому человеку не родиться. И не дай бог в какой-то ситуации нам сыграть такую роль, в которой можно было бы задать подобный вопрос. А что если бы отец Максим, например, не поступил бы так в той или иной ситуации? Неужели вот это какое-то зло глобальное бы не совершилось? И в этом смысле мы, да, мы с одной стороны повинны в плодах наших поступков. А с другой стороны есть промысел Божий, который фактически независимо от нас приводит к тем результатам, которые Богу были бы угодны и которые были предначертаны. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.